Казахстанский Минздрав Телеведомство заявили на брифинге в службе центральных коммуникаций. По словам главы Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Минздрава Людмилы Беоробьяковой, родителям непривитых детей будут выставлять счет за услуги. В случае заболевания непривитого этим заболеванием, то тогда он не будет получать бесплатного лечения либо в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, либо в рамках обязательного медицинского страхования. Родители будут оплачивать это лечение, потому что они в свое время не привили ребенка, хотя это предусмотрено гарантированным объемом бесплатной медицинской помощи, подчеркнула она. Она также напомнила, что в Казахстане детей прививают от 19 инфекций. Среди них – коклюш, дифтерия, полиомиолит, краснуха и туберкулез. Вместе с тем в последнее время родителей, которые отказываются от прививок, становится все больше. Чаще всего они отказываются из-за риска осложнения или по религиозным причинам. По мнению главного санитарного врача Казахстана Жандарбека Бекшина, отказываясь от вакцинации, родители лишают ребенка права на здоровье. Поэтому в отношении таких родителей будут применяться административные меры, отметил он. Будут применяться меры дисциплинарного взыскания по кодексу об административных правонарушениях. Это будет предложение, обсуждение в количественном отношении, сколько суммы штрафов и будет вноситься уже не в кодекс о здоровье, а в административный кодекс, подчеркнул главный сан врач страны. В целом в Казахстане наблюдается стабильная эпидемиологическая ситуация, отметили представители Минздрава. Реже стали болеть сальмонелезом и туберкулезом. Почти в два раза снизилась заболеваемость вирусным гепатитом и менингококовой инфекцией. Однако ситуация по коре остается напряженной, признают медики. Со 16 сентября начнется дополнительная вакцинация против кори и краснухи для казахстанцев в возрасте от 20 до 29 лет. Редактор субтитров А.Семкин